Ну вот, видите, проблема. Будет летняя практика. Вы и зная. Игорь, значит, у нас в следующей неделе повторность лекция по съемкоту и болезни. Игорь, значит, у нас в следующей неделе. А в четвертка ждали сейчас сказы. Хорошо. Вечер сказки носите вкусные. И сказки. И сказки. Сказки в первую очередь. Какого рода сказки? Чума. Чума не спрашивает, какого рода вкусные. Да, я купила брать. Какие ваши вещи? Ну, это уже самое решение. Просто слово сказка очень многозначно. Полевой материал, конечно. Можно сказки, можно былички. Главное условие, это то, чтобы рассказывать, а не читать свои сказки. Это прям обязательно. Что уж вы будете рассказывать, это на ваше усмотрение. Ну, предпочтение всегда я лично отдаю народным каким-то сказкам, с одной стороны. А с другой стороны, историями из личного опыта или из опыта ближайших знакомых. Сказки почти неотечественные или любых народов мира. Где ваше отечество, там будет сказка. Что такое значит сказка? Почему душа даже высказываетесь? Чего? Какая вам будет 8 сунок? Теба сегодняшняя наша, это... Ведьмы и колдуны. Они же ведьмаки. В Белоруссии. Еретики и еретики, это будет на русском севере. Удельницы, вешчицы, это будет в Сибири, восточной, седеринского населения. Басорки, это будет на Карпатах. И тоже вельницы, но в будущем, вешчицы, в Сибири. Это будет у южных славян, у Балдар, у сербов и у черногорских сербов. Вот так. Итак, кто же это такие? Я хочу начать с того, с чего я начинаю всегда, что нет какой-то единой и неделимой русской демонологии. Мы об этом говорили с вами с первой лекции. И здесь будет все то же самое. С севера на юг нас будет... На севере у нас будут скорее колдуны и вештицы, и ведьмы будут где-то на вторых ролях. На русском юге, и особенно на Украине, и еще более особенно на Карпатах, и в южнославянских областях у нас будут ведьмы. Во-первых, во-вторых, все больше будет мифологических и таких откровенно-демонических червьих рогов, хвостов, птичьих лап, волосатых ног и прочих кошмаров и ужасов, двух рядов зубов. Так что здесь все будет тоже очень разнообразно, и я по мере сил буду вам это разнообразие тоже освещать. Ну, давайте начнем с того, откуда же ведьмы берутся. Есть два основных способа. Ведьмой можно или родиться, или научиться. Считается, что если ты родился ведьмой или колдуном, то ты человек более все-таки добрый, и с тобой еще можно так поступить в диалог. Ну, как бы и твоя вина, и вины твоей лично меньше в этом, в том, что с тобой происходит, потому что, ну, что ж с тобой поделать. Чаще рождаются ведьмы на юге, у южных славян, вештицы. И происходит это в результате того, что, например, три поколения, существует три поколения девочек, которые родились вне брака. Да, понятно, что рождается внебрачный ребенок, это девочка. У нее рождается, она вырастает, у нее рождается тоже внебрачный ребенок, тоже девочка. И вот на третье поколение таких внебрачных детей рождается вештица или рождается ведьма. Либо это седьмой мальчик в семье. То есть в семье рождаются одни мальчики, и вот седьмой мальчик будет колдуном. Обязательно не разбавленный? Вот, вот обязательно не разбавленный, да. Притом, любопытно, что с точки зрения крестьянской этики и морали, и экономики отчасти, если три поколения девочек, родившихся вне брака, это очень плохо, то семь мальчиков в семье, это вообще говоря, очень хорошо. Потому что каждый мальчик, это дополнительный, во-первых, рабочий, это дополнительная прибавка к хозяйству, потому что на каждого мальчика, по крайней мере, в России при крепостном праве полагался, надел земли. В то время как на девочку, разумеется, не полагался. А во-вторых, как бы, хозяйство, ну, у нас браки патрилокальные и патрилинейные, то есть счет родства идет по мужской линии, и плюс чаще мужчины берут себе жен, а не жены забирают к себе мужей. И поэтому, как бы, это ведет к разрастанию семьи. Семья становится больше, а больше семья, больше земли, больше рабочих рук, понятное дело. То есть это ведет к конечному итогу процветанию рода, и родители под старость не останутся в одиночестве. Вообще, чем больше мальчиков в семье, тем лучше. Но вот если родиться седьмой, то вот будет колдуном. Это вообще яркая черта, что либо очень... Она находит отражение не только в этом мотиве, но и вообще заподозрить в колдовстве могут и человека, который в сообществе обделен, то есть какого-нибудь бабыля незаму, или старую деву, или одинокую вдову, или какого-то нищего, или там катаржанина, ну какого-то маргинала, так или иначе, у которого мало чего-то. Так и наоборот. Крепкого хозяина, семьянина, тем более, особенно если он какой-нибудь кузнец, мельник, бортник, то есть пчеловод, и у него всего много, много молока, много меда. Ну откуда у него много молока, много меда? Ну ясен совершенно ответ. Это черти ему носят, но не может быть по-другому. И такого человека будут уважать с одной стороны, а с другой стороны бояться. И при случае случись, что в семье, то, скорее всего, не в семье, а в миру, в крестьянской общине, то, скорее всего, будут подозревать, что это именно он виноват в том, что это произошло. Ну или, соответственно, она. Итак, наученные. Это то, что касается врожденных колдунов. То, что касается наученных колдунов, это очень распространенное на русском севере представление. И здесь колдун должен либо пройти через... Сейчас, слава, возможно, меня исправят через инициацию. Да, это так и правильно. Да, это не так, хорошо. То есть он должен там влезть, прийти в полночь в баню, встать на икону Спасителя. Вот кто-то мне кибает с понимающим видом, очень хорошо. Встать на икону Спасителя, или отречься от всех своих родных и дорогих его сердцу людей. И залезть в рот огромной жабы, например. Через эту жабу пролезть, вылезти через задний проход и так три раза. Или в рот огромного пса, черной собаки. Или залезть в рот огромной жабы, там в этом рту застрять, его жаба выплюнет обратно, а потом эту жабу стошнит. И вот то, чем жабу стошнило, нужно будет потом съесть. И вот благодаря этому, как-то минута позора, и ты раз уже, уже колдун. Как защита сердца. Ну вот, как Гарри Поттера, это немножко другая статья. Это русский север, да, низрян. Ну, Ролин здесь немного напортачила, потому что вроде как у нее сербы и болгары учатся в школе, но при этом они все ходят в шубах, потому что и сербы, и болгария, это, конечно, гораздо более теплые, чем на британских островах. Но при этом где-то грустно, вроде как где-то на севере. Но, наверное, на русском севере, я предполагаю. Где же еще постоянно нужно в шубах ходить? И там все, как раз-таки все про грамотность. Там, чтобы стать колдуном, нужно читать черную книгу. Такая загадочная черная книга. Она много где фигурирует. Ну, как бы, то, что колдовство связано с книжной традицией, это не исключительно северно-русская идея. Это и в Европе, в Северной Европе, в Скандинавии, в Германии. Эта идея тоже есть. Там чаще всего способность колдовства, поэтому связывается со священническим саном. И то, и другое. В чем фишка? В том, что существует корреляция, существует связь между способностью к колдовству и грамотностью. Удивительно, что в Верхокамье, в том же самом, есть две, казалось бы, взаимоскучающие концепции, но, на самом деле, взаимоподтверждающие концепции колдовства. Одной концепцией придерживаются старики, которые еще помнят те времена, когда многие старобрядцы умели читать по-старинному. Ну, то есть на старославянском. Умели читать книги на старославянском. И ходило много еще рукописных книг, старопечатных книг. И вот те, кто умел читать по-старинному, считались грамотными. И одновременно с этим они придерживаются мнения, что раньше колдунов было больше. То есть было больше грамотных людей в этом смысле грамотности, и одновременно было больше колдунов. Конечно, они не считают этих грамотных людей, которые умеют читать книги, колдунами. Потому что, ну, а наоборот, это люди весьма уважаемые, и с таким даже, ну, как бы, я сказал бы, ну, неким налетом святости, да, налетом особого почитания. Но более молодые люди, скажем так, грамотные в современном понимании этого слова, в понимании книжном, считают, что сейчас колдунов больше. Потому что сейчас очень много книг привозят, и в том числе очень много колдовских книг. И можно пойти, поехать в райцентр и купить книгу про магию, там, не знаю, 100 рецептов сибирской травницы. Ее прочитать, и это ровно та самая черная книга, о которой идет речь, да. Ты ее прочитаешь, станешь колдуном. Вот такая вот парадоксальная, любопытная ситуация. Но что является, как бы, универсальней, и что объединяет эти два подхода, это то, что грамотность, читай, способность к колдовству. Да, что колдуны – это люди грамотные, это люди ученые. Ну, ученые, конечно, не чему-то хорошему, а чему-то очень плохому, но тем не менее. Дальше можно стать... Это тоже относится к категории научных колдунов. Можно заключить договор с чертом, и здесь можно отпустить фантазию на волю. И там все это очень цветасто описывается, как нужно прийти ночью, в полночь на перекресток дорог, принести туда петуха, которого ты украл, непременно у попа, непременно в тот момент, когда поп был на службе. И нужно, чтобы обязательно этот петух не кукарекал. И потому что если он закукарекает, то черти тебя разорвут в мелкие клочки. И дальше нужно отдать этого петуха чертям. И черти его разорвут на части, а тебе вернут только крылок перьев, но не просто перьев, а перьев, опаленных в адском пламени. Этот крылок перьев нужно съесть, а в следующий раз принести чертям овцу. И черти съедят эту овцу, а тебе нужно будет съесть хвост от этой овцы, опаленные в адском пламени. И на третий раз нужно будет там принести, ну тоже на самом деле почти как в Гарри Поттере, кости своих предков, кого-то из кровных родственников, которые ты принес в кладбище, ведь черти их затрут в порошок. Ну не все тексты такие цветастые, иногда просто говорят про петуха или черную курицу, или просто про необходимость сказать какую-то богохульную формулу, но такие вот тексты тоже встречаются многоэтапные. Кстати, не только в этих текстах фигурирует идея, ну скажем так, многоэтапности кладовского образования, тоже вспоминаем Гарри Поттера, что считается, что эту самую колдовскую книгу тоже можно читать по трем уровням. Что вот самые слабые колдуны, они ее читают как-то... Черная книга для начинающих, потом интермедиат, и потом уже только для самых сильных колдунов. Ну и есть особые бы лички про соревнования сильного колдуна и со слабым колдуном, мы еще к ним вернемся. И, наконец, самый, на мой взгляд, драматичный сюжет, связанный с научением колдовству, это сюжет, связанный с получением чертей, или так называемых помощных демонов. Ну, в традиции они называются черти, в фольклористике они называются помощные демоны, чтобы их отличать от чертей вообще. Помощные – это слово «помогать». Получение чертей и знатья, то есть знатье в данном случае имеется в виду именно колдовского мастерства, колдовского искусства, колдовского знания, от умирающего колдуна. Колдуны умирают очень тяжело, мучительно, нередко в судорогах, нередко с попытками залезть под печку, кричат на разные голоса, бьются с пеной у рта, долго-долго не могут умереть. И одно из условий их кончины – это передача знатья. Знатье может передаваться разными способами. Во-первых, колдун может просто подозвать к себе какого-нибудь своего внучка или племянника, или соседского мальчонку, или вообще на самом деле кого угодно, коснуться его руки и сказать «на тебе». Он может договориться с другим человеком, который захочет взять его знатье. И тогда как бы это будет уже другое дело, да, и другой грех, если человек понимает. То есть он может соседке передать, договориться с соседкой, и соседка возьмет себе черте, если он возьмет себе знатье. Например, вместе со стаканом воды, вместе с клоком херсти, вместе с клоком волос этого самого колдуна. Ну, или вместе с этой самой черной, пресловутой черной книгой такой вариант тоже возможен. Ну так вот, мы с вами более-менее разобрались, откуда берутся, колдуны. Теперь давайте посмотрим на то, как они выглядят. Ну, такие вот они симпатяшки. Сразу людей с богатым воображением сразу предлагаю составить себе фоторобот в голове. То есть горбатый, кривой, слепой, с черными глазами, с росущимися бровозями, в зрачках перевернуто или отсутствует изображение собеседника. Ну, это уже нужно приглядываться. Рыжий, длиннобородый, длиннобородый. Мои любимые признаки. Разговаривает сам с собой, не смотрит в глаза. Усики, если это женщина. Рожки, хвостик. Ну, про хвостик отдельно еще говорят, что хвостик бывает только у врожденных колдунов. Но иногда говорят, что нет. Хвостик вырастает у колдунов, которые заключили договор с ключевой силой, как только они заключили договор. И чем дольше срок договора и, соответственно, чем больше колдуны вредят и портят, тем длиннее становится этот хвостик и он вырастает до размеров коровьего хвоста. Две тени, два ряда зубов, нет растительности на половых органах или в самих этих половых органах вообще. То есть представили себе такого красавца. На самом деле... То есть эти признаки одновременно должны быть? Вот. На самом деле, сейчас я именно об этом хотел сказать. что это некоторая такая сборная солянка и признаки они будут нарастать... как бы их степень экстраординарности и демоничности она будет нарастать с севера на юг. То есть если на севере это будет какой-нибудь просто мрачный старик или мужик с длинной бородой и черными глазами, то на юге вот это вот все красоту с отсутствием половых органов, хвостами и рожками вы будете наблюдать. Ну, начиная с Украины, примерно. А с чем это связано? Климат? Нет, понятно. Климат. Чем теплее, тем время для мысли появляется. хочешь вспомнить? Ну, чем плоднее? Ну, я... колдунов. На самом деле на самом деле это кисты копчиковы. Особенность развития позвоночника не более того. То есть туда также туда горбатый. Просто раньше такие не заживали долго. А если выжил, то что-то не так. В любом случае я не могу сказать, почему это именно так нарастает с севера на юг. Но на самом деле это и относительно любопытно, что относительно ходячего покойника мы будем иметь ту же историю. Там тоже будет... если на севере ходячий покойник он такой будет мирный и он скорее будет являться в том образе, в котором он был при жизни и скорее во сне, чем наяву даже, то на юге вот это будет волынка, наполненная кровью, собака с человечьей головой и вот все вот эти вот кошмары и ужасы, которые вы себе можете представить и вообразить. И есть предположение, что вообще южно славянская колдунья вештица она выбрала в себя много признаков вот этого самого ходячего покойника. Там как бы граница между ходячим покойником и колдуном она очень очень размыта. Ну и она в принципе и на севере в чем-то размыта, потому что колдун умирает и естественно становится ходячим покойником. Во-первых, потому что колдун, во-вторых, потому что он великий грешник, в-третьих, потому что он там часто своей смертью не умирает. В-четвертых, потому что черти, которым он служил, после смерти его мясо съедают, а сами залазят в его шкуру. И это уже ходит в черт, а не колдун, как таковой. да, вот, это про то, что касалось внешнего вида. Отдельно стоит сказать про оборотничество. Колдуны мужчины в целом менее склонны к оборотничеству, но в принципе тоже могут в основном превращаться, ну в большей степени превращаться в диких животных, волка, медведя. и здесь они близки к оборотням. Они также могут, кстати говоря, и других людей тоже превращать в зверей. Медведь, собака, черная кошка, конь, бабочка, кодица. Для ведьмы это вообще типично превращаться в кого-нибудь, особенно это важно для ведьмы, которая крадет молоко. Потому что красть молоко в своем человеческом обличье зашкварно, а если ты заходишь в лев и тебе вдруг прыгает навстречу даже очень огромная и раздухшаяся от ворованного молока жаба, то это все же вызывает меньше подозрений. Тетка с подойником вызывает подозрений больше. Согласите? Своим клювом. Да, наверное, тот у него ворованное молоко. Вот ведь ведьма. Точно ведьма ворованное точно ведьма. Любопытный сюжет про ведьму, которая является в виде горящего колеса. Иногда у ведьм бывает такая функция, когда ведьма просто пугает. То есть она ничего вроде бы плохого с людьми не делает, но уж очень их пугает, и этот такой страх он иногда находится на грани с заболеванием. или иногда он приводит даже к заболеванию буквально этот испуг. Ну, когда она в одном и том же месте снова и снова появляется в виде горящего колеса. И это колесо нужно перекрестить, а дальше снять с себя пояс и продеть через вот эту дырку в середине колеса, не уверен, как она правильно называется, и застегнуть пояс и повесить на забор. А утром с первыми петухами пойти к этому самому забору, и там вы найдете какую-нибудь свою соседку в очень интересном положении. У нее ваш пояс будет заходить в рот, а выходить, мягко говоря, из-под юбки. И она будет готова поклясться вам всем чем угодно, что она больше никогда не будет колдовать, если только вы ее освободите, пожалуйста, и не оставите в таком позорном виде на обозрение всего села. Это вот один из способов совладать с ведьмой, если вдруг ведьма взяла себе за правило принимать именно такой облик. Простите, а как ее освободить? Просто расстегнуть пояс и вытащить. Странный Товарищ! по вкусу если вы хотите если вы добрый человек, то я бы тянул все-таки не в ту сторону, где пряжка. А если я менее добрый, можно и наоборот. что касается есть люди просто с очень богатым воображением. Теперь, что касается ведьмы в животном облике. Ведьмы очень часто, я даже сам записывал ровно такой текст, являются в облике свиньи и начинают себя плохо вести. Ну как они себя плохо ведут? Ну стоят парни с девушками и гутодят молодежь. И подходит к ним свинья и начинает их кусать за пятки. Кусает и кусает и кусает и кусает и ее пытаются бить, а ей хоть быхны. И что самое удивительное, еще и не вяжет, молчит. Ну бить ее надо, ну сразу же понятно, что бьют ее неправильно, потому что бить ее надо не абы как, а бить ее надо наотмаш. Или если это не сработало, то нужно взять тележную ось и бить не саму свинью, а ее тень. Ну то есть я надеюсь у всех у вас всегда под рукой есть тележ. По крайней мере если вы идете на вечерку и хотите провести этот вечер спокойно, я не миную собрать гять тележную. Другой способ это да, здесь же таится на самом деле способ, которым можно ведьму распознать. Это очень частый сюжет, когда ведьма является в животном облике или в облике собачки, или в облике кошечки, или в облике той же самой свиньи и какой-нибудь ушлый парень отважный например отрезает ей подрезает ей уши. А потом возвращается он с вечерки домой, а его собственная мать с головой повязанной платком. Зубы, говорят, у нее болят. А вовсе не зубы-то у нее болят, а уши у нее подрезаны. И вовсе она была ведьмой даже. И не удивляйтесь тому, что его преследовала его собственная мать. На самом деле это типичная история, когда абсолютно типичная, при том широко распространенная, когда ведьма преследует не кого-нибудь, а своих собственных родственников. И куда еще не шло, когда мачеха преследует пасынка или пачерицу, или свекровь преследует невестку. Или жена брата соответственно преследует там свою заловку, если не ошибаюсь, это родственница называется. Когда родственники по браку. Но нет же, сплошь и рядом бывает так, что свекровь преследует своих внуков, например. детей своих невест. Или мать отнимает молоко у коров своего сына. То есть, по сути дела, у тех самых коров, которые и ее коровы тоже. Почему такой бред? Почему получается такая ерунда? Ну, на самом деле, есть два ответа. Есть ответ такого очень маститого профессора, специалиста по демонологии Полесья Людмила Николаевна Виноградовой. Я сам слушал ее доклады. Она очень, ну, в некотором смысле ученица Зеленина, которого я уже упоминал. И она очень любит всю эту тему заложенных покойников, судя по ее работам. И она считает, что это функция, что этот мотив, точнее, это не функция, мотив вредить своим собственным кровным родственником. Он перекочевал к ведьме от ходячего мертвеца. Ну, ходячего мертвеца понятно все, да, что была кровная связь при жизни, и с чего бы этой кровной связи исчезнуть после смерти. Это наш мертвец, он к нам ходит. Ну, и тогда все логично, все встает на свои места, просто как бы такая достаточно частая история в фольклоре, когда функция от одного демонологического персонажа качует к другому демонологическому персонажу. На мой взгляд, ну, может быть, Люмила Николаевна тоже как бы права, кто я такой, чтобы с ней спорить, профессор, академик и все такое прочее. Но, на мой взгляд, помимо этого, здесь есть еще такой аспект, что, как я уже говорил, ведьма или колдун отказываются от всего человеческого. И этот отказ, он доходит не только до степени отказа от принципов добрососедства. То есть, говорят, тырить молоко у своей соседки тоже не очень хорошо. Или там ладно тырить молоко. но насылать болезни, сажать хомут, делать наслед, посылать и коту, но вообще это очень нехорошие все дела и часто приводит вообще к гибели человека. Ну, или, по крайней мере, к тяжелым физическим недугам. Но, как бы, ведьмы и колдуны, они доходят здесь до последнего предела. То есть, они, как бы, впускают в свою человеческую жизнь вот эту вот самую, в этом смысле, бесстыдное демоническое начало. То есть, они отчасти, как минимум отчасти, отказываются от своей человеческой природы. А часть этой самой человеческой природы это любить своих детей в чашу. Да? И у южных славян есть представление даже, что, когда ведьма отправляется на шабаш, ну, по крайней мере, на вот это собрание ведьм, в фольклористической литературе она называется шабашем, я не уверен, что в традиции она так называется, то для того, чтобы молодую ведьму приняли в сообщество ведьмовское, то она должна принести там сердце или кровь своего собственного ребенка. Ну, тогда она окончательно становится ведьм. Да, это то, что касалось мотива вредить своим собственным кровным родственникам и то, что касалось мотива опознать, это мы начали разговор с того, что как можно опознать опознать ведьму, ну, можно опознать когда ведьма находится в зверином обличье, да, можно ей что-нибудь отрубить и потом ровно с этой же проблемой окажется та женщина, которую уже можно даже уже не подозревать в ведовстве, а уже быть совершенно уверенным, что она колдунь ей есть. Иногда это отрубание пальцев, иногда это просто избивание. Ну, идут коровы с пастбища и вдруг им дорогу переходит огромная-огромная жаба. Тут бабы поняли, что это не жаба на самом деле, а ведьма, потому что что это вдруг жабе надо делать около коров. Начали их хлистать, а из жабы молоко литься начало. Вот отхлистали они жабу хорошенько, а потом видят, одна из соседок из дома не выходит, приходит к ней, а она вся в синяках на печи лежит. Ну вот ведьма, ее отклистали в животном облике и благодаря этому распознали. Другие особенности, о которых нужно сказать, ну, что есть вообще довольно широкий спектр и диапазон специальных способов распознания колдуна и ведьмы. То есть, если вам очень надо понять про конкретного человека, является ли он колдуном или ведьмой, я вам сейчас скажу, как это сделать. Во-первых, посмотрите, как я уже говорил, посмотрите пристально ему в глаза. Если вы там не оборужите своего отражения или ваше отражение будет перевернуто вверх ногами, то наверняка перед вами колдун или нет. Дальше, если вы обойдите этого человека со спины и покажите ему кукиш, если он обернется в этот момент, а еще лучше обидится, то это наверняка колдун или ведьма. Дальше попробуйте направить лезвие ножа в сторону его сердца. Если он рассердится, то он никак разрует. Есть еще особые способы так называемых календарные. Есть специальные праздники, когда считается, что любое, Иван Купалов в первую очередь, что любое животное, которое вам попадется на улице, это наверняка либо колдун, либо ведьма. Ну, в определенном месте. Или там на улице, или там, например, ваш хлеб кто-то попал. Вот наверняка колдун или ведьма. Ну, что же, животным делать понятно, да? Что вы ему что-нибудь отрубите, а потом уже понятно, кто у вас ведьма. Кто без руки, тот и ведьма. Это ведьма без хвоста. Надо считать поочевиднее. Ну, обычно, ну, может просто избить. Ну, но желательно до полной смерти. Не бейте правильно, я вам уже об этом... как будто нежной осью. Уже об этом говорил. Ну, какие еще есть всякие интересненькие способы? Сейчас я... Иголку в косяк откладываю. Ну, иголка в косяк это уже то, что касается берегов. Об этом я еще... Об этом я еще скажу. Нет, чтобы она выйти не могла. Не надо. Да, это... Вот. Ну, в общем, как бы, всех остальных... А я, если что-нибудь вспомню, я вам скажу. Не хочу сейчас убираться в чтение. Дальше. Такой неочевидное, но не всегда неочевидная особенность это наличие помощных демонов. Я говорю не всегда очевидное, потому что есть, если я не ошибаюсь, это Нижегородская губерния. Такой пример собирателю одному, но это еще было больше ста лет назад, несказанно повезло, ему удалось лично пообщаться с колдуном. Да. Очень часто люди, которых всех демонов считают колдуном, будут вам клятвенно обещать, что они, конечно же, ничего не знают. А здесь пришел мужик и уселся пить чай. Его, разумеется, усадили пить чай, потому что колдун это личность уважаемая, все-таки, ну, такое уважение, смешанное со страхом. Вот он сидит, пьет чай и как будто он постоянно что-то сдувает с чашки, себя стряхивает и бормочет себе под нос. Я уже говорил, да, про эту особенность, что он разговаривает сам с собой. По некоторым версиям он в этот момент разговаривает с помощными демонами, с чертями. Что же он бормочет? Он говорит, отстаньте, отойдите, дома накормлю, дома накормлю. Что лезут черти к нему в чашку и он пытается их отогнать. Понятно, да? Ну, вот, значит, позвали этого колдуна, позвали его не просто так, а что-то он должен был наладить. Колдуны, они не только умеют гадить, но и умеют они исправлять то, что нагадили естественным образом и то, что нагадили их коллеги тоже. Иногда эти функции четко разделены. То есть с хомутницами так особенно это акцентировано на Байкале. Хомут кладет одна ведьма, это особый вид порча, я еще о нем скажу, а снимает другая ведьма. Та ведьма, которая, ну, хомутница, точнее, та хомутница, которая наложила хомут, сама его уж снять уже не может, даже если захочет. Это специализация. Да, вот к нему пришли за какой-то надобностью и дальше чаю он напился, сказал, ну, пойдем со мной. Теперь пойдем ко мне в гости. Ну, баба это значит, но только возьми с собой четверть льняного семени. Ну, баба садится к нему в телегу и дальше он гонит страшенно, потом передает бабе по воде, говорит, на, держи, а то сейчас мои эти голодные за нами бегут, боюсь, как бы они нас с тобой не, на куски-то не порвали, уж больно они голодные. Стал собирать он льняное семя в горсть и кидать позади телеги, кричать, жрите, жрите. вот, приехали они, значит, к колдуну, он говорит, ну, на самом деле они его не едят, это так, для отвода глаз, для отвлечения внимания, но они мне его собрали, выходит он, значит, в соседнюю комнату и возвращается, возвращает бабе ровно полную эту самую четверть льняного семени, как будто ничего и не бывало. Ну, вот такое, такая вот история, что здесь, как бы, наличие помощных демонов, оно становится как бы очевидным. Есть истории про то, как какой-нибудь работник подсмотрел за своим хозяином, что ему черти носят что-нибудь, ну, молоко ему, например, носят, да, или зерно ему носят, и складывают в какие-нибудь горшки или крынки или еще куда-нибудь, в какое-нибудь определенное место, и этот работник, пока хозяин не видел, все эти горшки перекрестил, черт или летающий змеи пришел, не знает, куда молоко выливать, и просто все залил молоком всю, всю комнату, по полу, по полу разлил. Дальше, для ведьм характерно летание на совместные сборища, чаще всего это происходит на каких-нибудь деревнях или на перекрестках, но, конечно же, конечно же, славянскому фольклоре, по крайней мере, восточнославянскому точно, таких красот, как в молоте верен, вы не найдете. То есть, вот это, все там инвертированные мессы, описание оргий, там, как они там целуют дьяволу задницу, как они там варят волшебную массу из некрещённых младенцев, нет. Там обычно просто кратко сообщается, что вот они на дереве пляшут, или на этом они дереве дерутся, или вот на какой-то лысой горе они там хороводы водят, пируют. Все обычно очень относительно скромно. Как обычно, заднимающий запад не воздержан даже в этом. Характерная особенность, и здесь вот вы стоите огромное количество любопытных текстов личного опыта это тяжёлая смерть колдуна или тяжёлая смерть ведьмы. Я уже говорил, будет он и валяться, и пытаться хоть кому-нибудь отдать своё знатьё, и нужны специальные манипуляции, чтобы он наконец ну, нужны специальные манипуляции по двум статьям. Во-первых, чтобы он наконец уже умер, и для этого чаще всего поднимают конёк у крыши, и открывают печную заслонку, а во-вторых, чтобы он после смерти не стал, как говорят на русском севере, елетиком, чтобы он не стал этим самым лютым, ходячим покойником, людоедом, или кровопийцем. Ну, здесь вся та же, весь тот же набор предохранительных мер, что и у ходячих покойников. Да, видите, как смыкаются разные самые демонологические персонажи друг с другом. И что, это к тому, что, это ещё одна иллюстрация вам того, что какая демонология сложная наука, да, то есть она не очень попадает под наши классификации. Нам хотелось бы, чтобы можно было все факсы. Так, вот, там, статья Банник, вот статья Кимора, вот статья Леший, вот статья Ведьма. Нет, всё не так-то просто. Существует масса всяких переходов и параллелей между различными демонологическими персонажами. Ну, точно так же нужно там воткнуть ему в грудь осиновый кол. Точно так же нужно поставить, выносить его из дома не ногами вперёд, как добропорядочного мертвеца, а головой вперёд, потому что туда, куда будут указывать ноги, туда он будет ходить после смерти. Ну, в крайнем случае можно ему отрубить голову, перевернуть затылком вверх и положить между ног. Если уж совсем был сильный колдун, который мог как говорят посмотреть на ласточку и ласточка прям с лёта падает мёртвая. Так про особо сильных колдунов говорят. ну или вообще ласточка это такой южный вариант, а на сервере говорят вообще про птицу. Ну, так вот, мы с вами переходим к самому интересному, что по мнению многих исследователей и составляет душу любого демонологического персонажа, это вовсе не его название, а вовсе даже набор характерных, наиболее частотных, типичных для него функций. какие же это будут функции для ведьмы. Это будет функция ездить верхом. Кто помнит Вия, тот помнит замечательный, я вот только перед лекцией перечитывал этот эпизод, где хама брут служит ездовой лошадью для панночки. Это совершенно фольклорный нормальный мотив, он украинский, любители быстрой езды это именно украинские ведьмы, вовсе не русские. Он не очень понятный, потому что обычно не мотивируется, что же так ведьме захотелось поездить на человеке. в глухую полночь обычная быличная ситуация такова. В глухую полночь идет человек, вдруг ему раз, на плечи что-то скачило, от чего он просто так избавиться не может. И либо он в какой-то момент все-таки так извертывается из плеч себя и сбрасывает, и после этого болеет, либо он оказался ловкач и не просто сбросил ведьму с себя, а там например ей что-нибудь отрубил, а потом по этой отрубленной конечности опять эту ведьму благополучно распознали. Такая история. Все та же Виноградова, которую я сегодня упоминал, и этот мотив тоже связывает с ходячими покойниками. Потому что из чего она исходит? Она исходит из того, что ведьма это человек. все-таки у человека проблем с передвижениями быть в норме не должно. А у кого проблемы с передвижениями? Правильно, у покойников, потому что они покойники и двигаться они уже не могут сами по себе и им нужен для передвижения человек. Иногда предельно эта история заостряется в рассказах о южнославянских или карпатских двоедушниках. Там упыри разделяются на две категории упырь живой и упырь мертвый. Вот упырь мертвый это существо близкое как раз таки к колдуну. Да, упырь живой. А упырь мертвый это существо близкое к ходячему мертвецу. Но как бы двоедушник он на то и двоедушник что он два в одном. И днем он вроде бы как обычный человек а ночью он носит на себе вот этого самого мертвого упыря который сосет кровь и вообще все эти ужасы осуществляет. И как бы здесь все понятно да живой несет на себе мертвого. Картинка очень картинка очень походная. И что вроде как украинские ведьмы они переняли себе эту способность и эту характерную черту. Но и здесь я хочу по крайней мере Людмила Николаевна дополнить и сказать что и в Гоголевском ВИЕ и в одном из как минимум в одном из текстов сборнике Афанасьева демонологическом есть в этом всем такой довольно выраженный эротический элемент. Ну в быличке который приводит Афанасьев который очень сюжетно напоминает Гоголевского ВИЕ только там все ну да очень сюжетно напоминает только все заканчивается хорошо солдат который оказывается на месте философа Хамы Брута оказывается более ушлым и все таки побеждает эту самую ведьму еще оказывается награжденным богатой казной вовсе не погибает но как у них завязываются отношения с этой ведьмой что солдат возвращается на побытку из армии и на пути к родному дому в соседнем селе встречает очень красивую девушку и так как солдат он очень лег на всякие шуточки особенно скабрезные он говорит эх хороша девка да не объезжена а девка не будь проста ему отвечает эх солдатик эх служивый еще неизвестно кто кого объездит приходит солдатик домой и рассказывает эту историю своему деду а дед ему говорит эх ты это же не просто какая-нибудь девка а это дочь купеческая вспоминайте панночку да тоже высокий социальный статус это дочь купеча по сравнению с крестьянином это дочь купеческая она же ведьма ну и дальше эта самая ведьма действительно ночью приходит заскакивает на этого самого солдата но так же как хамабрут практически буквально так же солдат скидывает с себя ведьму берет осиновое осиновое полено и этим осиновым поленом охаживает ее по голове и забивает ее до смерти ну а потом так же как философ хамабрут он вынужден читать над ней три ночи псалтыри над ее мертвым телом и она пытается его сгубить как такой нормальный ходячий покойник и здесь как бы вот эта эротическая семантика она очень ярко выражена ровно вот в этой вот в этой словесной перепалке да что здесь езда она выступает в роли ну скажем так сексуального контакта с элементом доминирования если говорить высоким штилем а у Гоголя там вообще такой замечательный совершенно очень красивый поэтический и весьма эротичный пассаж на эту тему если у нас в конце останется время я его просто вам зачитаю напомните мне просто это то что касается езды верхом но на самом деле я начал с этого просто потому что это любопытно а не потому что это самая частотная функция связанная с литвой наоборот она довольно локальна а самая частотная это вовсе не приворот и вовсе даже не порча а это отнятие блага у соседа утащить то что плохо лежит а то что лежит хорошо положить плохо и все равно утащить ну это вообще благо в широком смысле слова это молоко у коров или на юге будет у коров и овец это урожай для этого делаются заломы заломы это вообще такая сложная вещь но одна из их функций состоит в том чтобы спорину зерно от соседа перетащить к себе на свою полосу сало у свиней у меня почему-то свиньи такие худые и все вес не набирают а у нее свиньи вот такие огромные яйценоскость у кур была у нас такая бабка кур отроду не держала а вот сама запрыгнет наносит закудахчит по куриному и не весть откуда несет полный подол яиц ну знамо дело черти ей яйценосит дальше сейчас это одна из основных функций ведьмы современной в традиции она не очень распространена это приворот как приворот осуществляется ну я думаю что интернет подсказывает нам много вариантов но традиционно это подмешивание менструальной крови в еду или в тесто для пряника или наговор просто на пряник или на конфетку чаще всего на что-то сладкое и потом этот пряник или конфетку скормить своей пассии или это просто пропитывание кровью тряпочки потом эта тряпочка мочится в вине это вино тоже дается выпить пассии ну и нужны соответствующие слова да которые этот самый ведьма или колдун знает дальше превращение человека в волка обычно делается на какой-то срок но это такая можно сказать довольно экзотическая и совсем уж мифологическая разновидность порчи когда вот просто колдун взял и человека превратил в волка и там человек три года бегает и режет скот пока не перепрыгивает через забор он случайно не задевает пояс который на нем остался который был на нем когда он был человеком его превратили в волк и он на нем остался в волчьем облике этот пояс рвется и человек досрочно становится человеком возвращает себе человеческое обличие иногда целые свадебные поезда превращаются в волков как это происходит это отдельная группа мотивов свадебная порча уж очень сильно они колдуны это любят идет свадебный пояс мимо да колдуна не пригласили на свадьбу чахку ему не поднесли идет свадебный пояс мимо его окон и он говорит как ах вы мне не поклонились такие сети но ничего и тот раз здесь свадебный пояс превратился в волков интересно есть реминесценция по моему тоже нищегородская если не ошибаюсь волков свадебный пояс не превращается но умирает лошадь которая везла молодых просто падает замеркло но дружка тоже был знающий то есть свадьбу сделали с толком и позвали своего колдуна это обязательно поэтому ему желательно дать какой-то высокий статус типа дружки чтобы он был ну и обязательно поить допьяно и всячески задабливать посадить на почетное место потому что он оберегает свадьбу от порчи молодых от порчи но дружка не так-то прост был он пересаживает молодых на другую телегу а этот колдун который это сделал из дома выбегает и начинает рвать как лютый зверь сырое мясо вот этой самой павшей лошади его пытаются оттащить его сыновья от туши все тщетно никак не получается у него все лицо в крови он рвет и рвет это сырое мясо ну тут уж сыновья к дружке обращаются повинились в ножки поклонились сказали что ну отвороти сними то что ты сделал а то позор такой на все на все село ну дружка разумеется то что он сделал то что он сделал снял а колдун колдун портить перестал вообще это один из способов особенно характерно для южнославянских вештец один из способов обезвреживания колдуна или ведьмы это назвать его колдуном или ведьмой в лицо и вот если это становится очевидным кто здесь колдун то колдовство уже теряет свою силу хотя не всегда это так работает дружка получается тоже колдун тоже колдун сам он себя тоже называет колдуном нет он себя не называет колдуном он дружка а что он такого сделал он садился одной телеги на углу а потом почему то почему-то да, вдруг стал этот колдун рвать конину но обратились все к дружке ну конечно, потому что знают, что в ноженьки поклонились ну как бы там это любопытная антропологическая история потому что это как бы такой секрет Паришинеля это такая игра в ну это такая социальная игра про колдовство потому что нельзя совсем открыто говорить, что ты человек знающий но при этом вроде как знают, люди знают при этом совсем отрицать это тоже не получается и вообще говоря не выгодно, потому что к тебе люди приходят например лечиться и тебя уважают потому что боятся то есть ты как бы можешь играть этот спектакль, но главное не заигрываться слишком как славянская мафия получается как славянская мафия ну возможно это это любопытная метафора по крайней мере дальше страшная такая функция пожирания плода в утробе она характерна либо для южных славян либо для Сибири при том, что самое любопытное и там и там они будут называться вештицы не знаю почему почему-то название название одно и то же и самая удивительная функция одна и та же это чаще всего ведьмы, которые обращаются с сороками и летят в дом, где женщина вскоре должна родить на всех домашних они насылают беспробудный сон никто не может проснуться а дорожница только иногда хотя не всегда слышит как эти две ведьмы в облике сорок сидя на трубе обсуждают то, как они сейчас вымут ребенка из утробы зажарят и съедят после этого они проникают в дом иногда даже безболезненно извлекают ребенка тут же его на печном шестке как бы у нас этой полочке тут же его жарят и съедают иногда этих вештиц можно одновременно распознать и обезвредить обнаружив под так называемым поганым корытом их человеческую одежду в то время как они сами надевают перья и соответственно под этим уже поганым корытом они будут хранить свои перья когда они в человеческом обличии или по какой-то причине подслушав их разговоры ну например это солдат может подслушать эти разговоры проходя через деревню и случайно оставшись ночевать в том или ином доме и не уснувши в отличии например мужа этой самой вештицы иногда вештицей бывает мне как-то задавали в паблике вопрос про там родственников что с одной стороны и условно ведьма губит своих родственников и колдун с другой стороны вот вештицы часто бывает это мать и дочь то есть нередки случаи когда колдун по крайней мере делает попытки передать свое значё именно сыновьям или внукам или дочерям ну это так себе подарок это тоже в этом смысле слово загубить бессмертную душу но тем не менее такое тоже бывает ведьмы воздействуют на погоду ну что это такое южнославянское особенно в меньшей степени украинское ну что это может быть ну шла ведьма по дороге пришла на перекрёсток выкопала ямку пописала в неё закопала и везде град прошёл кроме её виноградников все виноградники градом побила вот вам пожалуйста нормальная история про вештицу да но тут её мог какой-нибудь прохожий за этим делом застать начать пригрозить или начать даже избивать и она сказала ну ладно я пойду в церкви исповедуюсь или очагу домашнему исповедуюсь и вештицей после этого больше не буду то есть для южных славян всё гораздо проще в этом плане перестать вештицей быть гораздо проще чем перестать быть колдуном ну колдуном тоже можно перестать быть если своих чертей например запихать в полую соломинку и оставить в лесу в надежде что кто-то это подберёт и заберёт себе там пустить с куском бересты по воде и такой кусок бересты будет непременно плыть после против течения а потом его закрутят водоворотом и он уйдёт под воду или просто пустить на самом деле чертей по ветру такое тоже возможно ну то есть необязательно чертей кому-то передавать от них можно просто избавиться если колдун чувствует испытывает какие-то угрызения совести ну лечение я уже говорил что иногда бывает в случае с вештицами тогда лечение это отдельная функция то есть те самые вештицы которые перестали быть вештицами они могут стать знахарками то есть они могут продолжать лечить но портить и отнимать молоко у коров они уже не будут а иногда это буквально один и тот же персонаж и иногда мало того ведьма специально делает плохо специально наводит порчу чтобы потом уже за деньги или за приношение эту самую порчу снять вот такая она нехорошая а поиск попавших вещей но здесь надо быть очень-очень осторожным потому что есть такая история что некий человек потерял потерял деньги и никак не мог их найти ну золотые монеты и пошел он к колдунье и спрашивать поворажи бабка где мои деньги а пришел он не один а пришел он с малолетним сыном а сын забрался на печь колдунья его не заметила ну значит она говорит сейчас сейчас поворажу мужика вывела из хаты и и вылез к ней такой кудлатый хвостатый рогатый кто-то спрашивает она куда деньги делятся ну деньги то эти они у коров в животе но ты скажи что невестка взяла мужик свою невестку корить будет она невестка удавится значит наше будет ну понятно да что удавник он черту баран готов отодран что он поступает в распоряжение нечистой силы ну видимо все так мужику и передала а мальчик сказал что нет разрежьте корову у нее в животе деньги и будут ну слава богу корову действительно разрезали и деньги нашли и наконец последние по порядку но не по значению это конечно порча вообще порча по популярности должна идти сразу после отнятия блага как такового потому что вот как раз отнятие блага и порча это две основные как бы персонажи образующие два основных персонажей образующих функции ведьма но почему я функцию порчу поставил в конец потому что на ней хотел остановиться подробно порча существует превеликое множество всех видов я сейчас вам исчислить не просто не в состоянии но я знаю некоторое хотя бы кратко первое это хомут это сибирская порча и ведьма которая умеет делать хомут называется хомутница или хомутник если это колдун она состоит у нее как бы есть две основные разновидности это первое из них это когда начинает что-нибудь пухнуть ну например нос просто нос становится как картошка огромных размеров и никоим образом эту опухоль снять нельзя второе это собственно больше похоже на хомут в традиционном понимании этого слова понятно пока я понимаю почему он называется хомут это синяк который идет уперек тела как бы опоясывает опоясывая человеческое тело то есть он как бы ну как как хомут это называется надеть хомут вот как бы вы хомут надеваете на лошади шею лошади опоясывает также вот хомут как вид порчи он опоясывает тело человека и тоже человек с этим будет страшно мучиться страдать и особенная проблема будет в том что тот кто надел хомут снять его уже не может хомуты надевают из просто в результате какой-то личной ссоры а могут надевать ну в силу какой-то обиды а могут надевать просто так в принципе из любви к искусству а ну это буквально так что ведьма ведьма не может не делать порчу а а по заказу по заказу конечно да само собой а вот у них красава нравится и вот продевали три раза сквозь подный хомут это с этим связано? а нет это как бы это хомут как название порчи это специальный термин он как бы с хомутом который на лошади хомут он связан скорее метафорически то есть он похоже он на себе не показывает как говорят да просто похож на хомут он как бы опоясывает такая опоясывающая болезнь да ведьма не может ведьма не может не портить во первых она портит когда учатся во вторых она испытывает во вторых от нее требуют постоянно черти работы и понимая назначение чертей собственно портить людей делать им всякие всяческие гадости и пакости а если гадость и пакость никакая в голову не приходит то приходится чертей направлять делать всякие глупости ну например воткнет колдун посреди реки в воду ну зайдет в воду по колено в озеро или в пруд воткнет кол и говорит заливайте пока полностью не зальете вот черти черпают воду из пруда и заливают кол и все никак его не зальют да или он говорит ну вот идите и и на осине листики сосчитайте вот если вы будете проходить мимо осины если не дай бог у осины листики будут делать вот так вот то это значит что их черти считают или вейте веревку из песка или вейте веревку из дыма из которой из трубы поднимается это кстати еще один признак по которым можно ведьму распознать если у нее дым всегда поднимается не так у порядочных людей ровненько а вот так вот то это значит что там точно ведьма потому что это его черти из нее пытаются веревку безуспешно свить иногда это доводит ну иногда это бывает совершенно парадоксально да например у колдуна выходит замуж любимая внучка и он велит своей снохе чтобы она его заперла в чулане потому что если она его в чулане не запрет то он свадьбу непременно испортит а как только молодые уедут в церковь чтобы она его уже выпустила но сноха про него забывает открывает чулан только через несколько часов сразу отвечает что чулан не был герметичным но увы колдун там уже мертв то есть как бы он находится в неком состоянии одержимости ну это и можно сказать даже в некотором помутнении когда он поптит то есть у него глаза наливаются кровью например и начинает как-то сверкать вот в связи с этим были даже исследовательские работы которые сближали в этом плане шаман ну как бы колдуна с шаманом хотя не надо этого путать ну как минимум потому что у тех же самых чукач у которых вполне себе есть шаманин колдун и шаман это разные люди и все таки это разные практики то есть конечно у шамана есть помощные духи но например такого такой идеи избранничества как у шаманов у колдунов у колдунов все же нет и там ну есть много других также дальше порча сделать наслед актуальный до сих пор вид порчи когда вынимают ну человек оставил на какой-нибудь глине или на земле на влажный след этот след вырезают ножом и дальше либо вешают его в трубу где он сохнет и считается по мере того как сохнет след будет сохнуть и сам человек либо его подбрасывают в угроб к покойнику который приготовили взрывать и тогда человек разумеется умрет тоже то есть как бы покойник его за собой тянет в мир иной посадить кило кило это опухоль в принципе любая опухоль может называться кило и любая опухоль может считаться действием вредоносной порчи особенно если она внезапная вообще любое внезапное несчастье вы можете с чистой совестью списывать на действие порчи дальше залом залом это сложная вещь что это как как оно выглядит это когда вот вы приходите на свое поле ржаное или пшеничное видите что там несколько колосев переплетены каким-нибудь хитрым образом а еще страшнее если они еще закручены так чтобы ну как бы воткнуты вершинки колосев воткнуты в землю а если он почернел то ну вообще хана залом у него сразу как бы это такое в таком роде оружие массового поражения очень опасная вещь во первых он позволяет колдуну забирать урожай из того поля на котором сделан залом во вторых он как бы сказать просто блокирует водоносящую силу поля то есть как бы вот этот вот колос который выходит снизу вверх он его направляет по противоестественной траектории и снова возвращает вниз как бы в землю обратно откуда он вышел а в третьих это вообще просто очень сильная порча если вы обнаружили залом то ни в коем случае его нельзя брать голыми руками потому что эта самая порча перейдет на вас и вы ну либо тяжело заболеете либо даже вероятно если не будет черный залом вероятно умрете и его нужно часто с особыми приговорами сознанием особо слов приглашают отцового колдуна который этот залом вырывает и сжигает обязательно дальше икота это такая красота которая в виде что вы сначала идете на спрут по весне собираете там жабью икру потом ее кладете в туисок у вас там выводятся то ли котяточки то ли жучки то ли паучки которые там шумуршатся мяукают и вопят на разные голоса потом вы из этого туиска эту самую икоту достаете пускайте по ветру она в виде в верхокаме это называется говеная жужа такая знаете зеленые мухи бывают вот в виде этой зеленой мухи или в виде соломинки летит по ветру и попадает кому-нибудь в рот или реже снизу тоже попасть вот эти естественные отрезки и поселяется в человеке она там растет ходит по телу и может вызывать целый спектр различных недомоганий начиная от плохого настроения заканчивая там припадками пеной у рта судорогами в общем всякими неприятными вещами в некоторых случаях эта самая икота которая внутри человека выросла начинает разговаривать и это на самом деле очень страшно настоящие икотники до сих пор встречаются и это жутко я вам скажу когда человек вдруг начинает говорить не своим голосом буквально с ним в смысле слова и эту икоту вообще говоря от нее сложно избавиться иногда вообще невозможно но если как бы если от нее избавляться то как бы нужно довести обязательное дело до конца это не обычный икот это не с иканьем с иканьем это никак не связано по-другому оно называется ошибка либо она у фенюгров что-то похожее есть которое называется шеба нет икота это насадить икоту это как бы вот этот персонаж этот бес демон называется она икота потому что он икчет ну то есть кричит икать это не только как бы не только икать это еще и кричать лопить вообще ну отдельная группа мотивов это свадебная свадебная порча мне кажется что об этом ну и да с этим связана там масса тех оберегов которые нужно делать именно на свадьбу закалывать булавочки во всех местах да ну какая она еще может быть ну это может быть например бессилие жениха или наоборот неадекватное несвоевременное поведение жениха и невесты когда они вдруг посреди свадебного пира при гостях начинают раздеваться и вытворять что-то совершенно невообразимое вот или когда гости вдруг начинают плясать и могут остановиться плясать или когда вот останавливается свадебный поезд и не с места никуда двинуться двинуться не может но это еще как бы легко отделали что называется потому что обычно находится все таки находится все таки человек который может уже дальше сдвинуть свадебный поезд и место и так как же нам уберечься от всего этого от всего этого кошмара так же как и так да так же как существует множество форм порчи существует множество форм оберега ну во первых это носить поезд поезд простите всегда и везде в том числе и в бане ну голому одеться под поясцы как известно да основной деталь одежды это вовсе не формулами раз это вовсе не трусы и противогаз а вовсе даже пояс втыкание иголок и вообще острых предметов ну куда куда хватит вашей фантазии да то есть это там затыкание подола платья затыкание крестом иголок на свадебной скатерти хотя ровно такое же действие может быть и может быть и порчика если ее затыкает колду иногда уточняется что это должна быть иголка без ушка непременно со сломанным ушком затыкание там обломков косы или тех же самых иголок за косяк двери или под порог за окошки ну в общем ну в одежду чаще чаще всего в одежду показать кучешь в кармане фига в кармане это не только весело но и полезно поворачивание переворачивание предметов это связано с так называемым мотивом про запирание запирание ведьмы то есть что если к вам пришла ведьма и вы знаете что это ровно именно эта баба испортила вашу корову поэтому корову вашей вот такой вымер но доится она либо с кровью либо не доится вообще то при помощи специальных манипуляций или позвал взланающего человека можно добиться чтобы эта женщина пришла к вам у вас чего-нибудь просить давать ни в коем случае нельзя если дадите то порчу это уже потом не снять а наоборот нужно как только она пород переступила хопа перевернуть ухват рогами вверх или хопа метлу перевернуть помелом вверх да или хоп развернуть заслонку печную ручкой вовнутрь и все колдун или ведьма от вас больше не уйдет так и будет толочься и в какой-то момент взмолится о пощаде чтобы вы ее уже наконец отпустили пообещает порчу снять и никогда больше не вредить и у вашей коровочки молока не отнимать вот все абсолютно персонаж в ваших руках а если это хомут а если хомут ну что ж тогда по крайней мере вы страхованы от дальнейшего курения хмутов кстати говоря хомут можно посадить даже на неодушевленный предмет одна колдунные ведьмы они отличаются такой очень большой хвастливостью и они любят например свои способности демонстрировать в таком так называемом соревновании колдунов ну то есть один когда собираются вместе два колдуна и один другому говорит там слышь Ванька ахошь ты сейчас вот прям встанешь портки скинешь и прям здесь кучу наваришь он говорит да пошел ты а потом берет портки действительно скидывает и все делает что сказано или там колдуны превращают там речку белой в черную особо мощный колдун может превращать речку обратную в черную в белую на самом деле принцип действия хомута можно тоже продемонстрировать на речке что ведьма вполне может сказать Вот смотрите, видите речку? У неё прям по её белой кожице прошлась тёмная полоса. Вот хомут сидит. Дальше. Ну, если вы настроены серьёзно, то колдуна может вообще лишить волшебной силы раз и навсегда. Ну, что, например, можно пойти к другому колдуну, который возьмёт собачьи каки, истолчёт их в порошок, она шепчет на них, и вы подмешаете это колдуну в еду. Стоит только колдуну хоть маленький кусочек съесть, то он тут же глохнется на пол, у него пойдёт пена изо рта и никогда он колдовать больше не сможет. Ну, или можно разбить нос до крови. Иногда уточняется, что нужно обязательно смочить дальше этой кровью тряпочку, тряпочку сжечь. Но не обязательно. Как я уже говорил, в лицо назвать колдуном, плюнуть в лицо красным вином или просто плюнуть в лицо. Это тоже срабатывает. Ну, вот, на самом деле, я думаю, что, как я уже говорил, оберегов так же много как видов порчи, я думаю, что вполне вы можете тоже чем-нибудь со мной поделиться, такими обережными способами, если захотите. Ну, в общем и целом, я думаю, что можно переходить к вопросам. Да. Расскажите, пожалуйста, представители каких специальностей и профессий могут быть заподозрены в годовстве? Ответ простой. В классической, как бы, крестьянской среде это любые люди, которые заняты неземно-денчественным трудом. Кузнецы – да. Мельники – да. Пчеловоды – да. Пастухи – да. Кого я там еще забыл? Кулкваристы. Кулкваристы – это вообще непонятно. Нужно уточнить сначала, люди ли они, понимаете. Какие там разлагаются они, нет. А пачи? А всякие ткачи, пряхи? Ткачи – это обычные домотканные. Это кустарный промысел. То есть профессиональные ткачи, которые только ткачи – это уже городской житель, скорее. По крайней мере, в России, так уж точно. Обычно нет востребованности в ткачах, потому что все просто на святках ткут себе нитки, а потом... Простите, но нитки всё-таки пресс сначала придут. Да, простите, я заговариваю. Придут нитки, а потом уже делают ткань домашнюю. Скажите, какой вот всё-таки бонус-то основной, чтобы становиться колдуном и ведьмой, если последствий куча, то можно как бы своим трудом эти яйца с молоком-то получить? Я очень рад, что моя лекция, прочитанная в разгар рождественского поста, вызвала у вас столь благочестивые мысли. Давайте не будем их разрушать. Да, 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 да. Кто? Ну и вообще, можно подробнее отличия шамана и колдуна? Подробно... Ну, во-первых, это, как правило, разные культурные контексты. У русских нету шаманов. Ну, то есть там иногда шаманы упоминаются как инородцы, которые могут помочь снять порчу, да? Во-вторых, как бы шаман, он про экстаз, во-первых, которого у колдуна может и не быть. Ну, бывает вот как бы мотивы, которые как бы что-то напоминающие про экстаз, что вот он себя не может контролировать. Но вообще, шаман-то как раз таки в экстазе и приход экстаза вполне может контролировать. А так, чтобы он вот начал портить вдруг, беситься и как бы валяться там, пену пускать внезапно, без запроса, ну, это должен быть какой-то такой шаман, которого духи сожрали в некотором роде. Не совсем шаман в полном смысле этого слова. Вот. Одержимый, скорее, это будет. Дальше отношение с духами. Ну, как бы для колдовского дискурса, по крайней мере, отечественного производства, это однозначно черти, это однозначно злые духи. Вот. И, как бы, их интерес служить колдуну, он отнюдь не бескорыстный. Ну, то есть они его сожрут в итоге. Он, как бы, будет их законная добыча после смерти. Вот. Ну, и плюс еще это, конечно, очень этически окрашено в негативные тона. Быть колдуном-то плохо, плохо. Еще раз, плохо. Вот. Ну, это то, что вот мне сейчас приходит в голову. Но, вообще, отличий много. Сейчас я, может, еще посижу и вам что-нибудь скажу. Да. А каковы отношения у колдунов и у ведьм с церковью? Могут ли они туда зайти? Что с ними происходит? Можно ли как-то, допустим, он неоднократно слышал в московской области, что вот она ведьма, поэтому не может переступить порога, да, там, про бабку старенькую, бедную несчастную. Там у нее ноженьки просто не ходят, артрозик не дает, чтобы перестать, а добрые соседи там все озвучили. Вот. Поэтому вот вопрос. Ну, хромая, косая, нога одна больная, да, ну, все, все, все. На самом деле, вполне, вполне да. То есть, как бы, колдунам уже очень важно соблюдать, то, что называется, держать лицо. Особенно некоторым их видом. То есть, для них это принципиально важно. А это как так вообще? Ну, это иногда описывается как, знаете, такого случая запредельного колдовского цинизма, когда, если я не ошибаюсь, по-моему, князь Андрей Курбский был обвинен в колдовстве, то среди, как бы, аргументов, почему он именно колдун, было в том, что все православные идут в церковь, а он идет в баню. Но, как бы, здесь такое среднее между колдун и вообще просто грешник, такой сиборит, знаете, что, как бы, все идут душу свою спасать, а он свое тело порить и нежить. Получает всякие телесные удовольствия. Но, может быть, это можно трактовать двояко. Но вообще ведьмы нередко вообще любят ходить в церковь. Почему? Потому что всякие, например, карпатские басорки, они, особенно большие церковные праздники, например, на Пасху, норовят дотронуться до облачения священника или до каких-либо священных предметов вообще, чтобы, как бы сказать, обновить, подпитать свою, вот эту самую колдовскую силу. Мало того, многие колдовские приемчики, они основаны на использовании гостей, препятствий, препятствий, участия, которое прячется за щеку и дальше каким-то образом с ним производятся всякие нехорошие манипуляции. Ну, например, его можно зарядить в ружье и выстрелить в икону. И считается, что после этого это ружье не будет знать промах. Так что иногда я предполагаю, что скорее вообще говорят да, скорее пойдут они в церковь, скорее они будут в церковь. Мало того, есть специальные способы распознать колдуна, стоящего в церковь. Например, так ненавязчиво. Посмотрите себе между ног, и чья фигура не перевернется, тот и есть колдун. Например, так. Или там кто будет стоять спиной к алтарю? Вот, если ты смотришь именно таким образом. Снорсант, да. Хорошо. Слава, мне кажется, не удовлетворил. Ну, я на самом деле хотел тебе напомнить, ты обещал с Гоголя. А, да, да. Ну, Гоголь давайте оставим на десерт. Скажите, пожалуйста, вот такой есть вопрос. Вот вы говорили, что, ну понятно, да, есть ли какая-то преемственность культурных традиций не столько русских, которые перемещались по территории России, да, славянских народов, а сколько вот, ну допустим, на том же Байкале, там, может быть, что-то бурят брали, ну какие-то вот такие вот связи межэтнические. Во-первых, есть предположение, что пресловутая икота верхнекамская, что это изобретение финно-угорское. Что у соседних коми вполне это нормальная тоже история про шебу, которую колдун выращивает в туиске в виде пауков. Ну вот, пожалуйста, вам финно-угорское произведение. А про, ну, если мы говорим именно про, если мы говорим про демонологию шире, да, то есть подозрение про то, что вот эта идея духов-хозяев местности, она тоже финно-угорская. По происхождению скорее, чем, собственно, славянская. Ну вас интересует именно в плане, ну, как бы вам про солдатского дискурса или про общее? Ну, если я вспомню еще, я скажу, вот так вот. Ну вот, вам два примера для начала. А Баба Яга отписывается, эти колдуны, или это чистыми форумами? А вы не брали ли там? Ну, в среднем лекции, да. Ну, Баба Яга не нравится. Так, и так. Это новая. Вот, нет. Баба Яга – это сказочный персонаж, а колдун и ведьма – это персонаж актуальной и нищей мифологии. Это разные вещи. Да. Почему солдат зачастую является успешным борцом с просьбами ведьмы или колдуна? Испанские сказки, немецкие сказки, итальянские. Вот как, куда солдат пришел, так и плак найдет, и собак построит, и принцессу себе получит. У нас, в принципе, даже тенденция наблюдается. Абсолютно. И хитрый солдат, и каши из топора. Вот. Солдат – это вечный маргинал. И он, особенно, он маргинал в условиях, ну, как бы сказать, классической фольклорной ситуации, то есть в условиях 19 века. Что такое солдат в условиях 19 века? Это человек, который отдал своей родине не год, не два, не три, а, вообще-то говоря, 25 лет. Который оказался оторван от естественной для него среды на значительную часть своей жизни. Может быть, даже на большую часть своей жизни. Ему забрили лоб в 18, и 25 лет он служил. И, как бы, это, ну, в терминологии Леви-Строссовской он будет таким медиатором. Он, по крайней мере, он вполне может выполнять роль медиатора. Он, с одной стороны, свой. Потому что он выходит из этой самой крестьянской среды. С другой стороны, он чужой. Потому что он где-то там проваландов, 25 лет неизвестно где по чужим землям. Он, опять-таки, человек, не занимавшийся земледельческим трудом, по крайней мере, очень долго. И это уже, как бы, вопрос про то, чтобы заподозрить его в каком-то знатье. Это человек, лишенный всяких социальных связей и экономической вот какой-нибудь укорененности. Вообще говоря, солдат, он может выполнять в сказках очень разную роль. Иногда это просто, как он тылит у бабы белье с веревки. И это вполне, я думаю, правдоподобная деталь. Потому что все представляете, солдаты, которые через всю Российскую империю возвращаются в какую-нибудь свою деревню, где его, вообще говоря, никто не ждет. Ну, конечно, ему что-то хочется есть. И каша из топора, это тоже, как бы, основано на реальных событиях в некотором роде. Ну, по крайней мере, оно перекликается с реальным положением вещей этих, как бы, людей. С одной стороны, еще не старых, с другой стороны, не обремененных связями и круговой порукой, а с третьей стороны, ушлых, потому что хочешь жить, умеешь вертеться. Ну, чтобы 25 лет выжить тоже не при знании, снатье, точнее. Ну, да, под шпицутинами. Ну, кроме того, можно еще и понабраться всяких байк тоже вполне, и всяких умений ловких. Может ли он рассматриваться, как вариант колдуна, ведьмака, там, ну... Ну, как вариант знающего, однозначно, да. Как вариант... Но неосознанный. Ну, как, ну, очень осознанный. То есть, он такой, он знает, ну, вот, применяет, но не вот со злобы, да, вот, просто вот. Так получилось, надо применить. Ну, как, смотрите, ну, про солдата я не вспомню, но вот, как бы сказать, каждый знающий, он подозревается в том, что он может, как бы, и в ту и в другую сторону вертеть. Ну, вот про каторжного есть история. Который тоже, как бы, такой маргинал, которого над своих корней, который и чужак, который вроде как жалко, и которого при этом боишься. Вот. Что идут каторжные по этапу мимо деревни. И один из них совершенно по-солдатски начинает с девкой заигрывать. А девка, возьми, да пошли на три буквы. Вот. А он говорит типичную голодовскую фразу. Ну, хорошо, попомнишь ты меня. И этап уходит. И тут эта самая девка вскакивает на конёк крыше и начинает укорекать и хлопать руками, как крыльями. Ничего с ней не могут сделать, не могут её ни оттуда не снять, ни урезонить. Ну, бегут за этим каторжным. А он там ушёл уже на сколько-то. Приводят, в ножки кланяются. И он снимает то, что сделал. Вот, пожалуйста. И, в принципе, это такой вот тип сюжета совершенно солдатский. Это он прохожий человек. Вообще прохожий человек, он, как бы, его всегда можно заподозрить в том, что он либо знающий, либо что он какой-то сакральный, так сказать, гость. Но нищие... В этом плане солдат, он близок и к нищему, он близок и к каторжанину, и к заключённому, к бродяге, к вору. Вот это всё такое довольно близкое... Какой-то такой клубок маргиналов неукоренённых, которые... у которых могут быть какие-то знания, какие-то не понять какие. И в чём-то они... и цыган, кстати, и народ туда уже могут полюбить отнесения. А с другой стороны, вот они такие... ну, не очень... не очень хорошие. Не вполне... не вполне симпатичные персонажи, чужаки. Но из своих каких сил у них тоже могут быть. Получается, как колдун, но просто не свой родной, а какой-то чужой пришлый, да? Ну вот, колдун, он тоже, отчасти, как бы, не свой родной, да? То есть, если ты мельник. То есть, у него всё равно есть какая-то такая червоточинка. Вот. А у солдатов, да, ладно, конечно. А вот вопрос такой вот. Есть известный фантаст Сапковский с шефом Ведьмаком. Вот его Ведьмак срисовывал чисто выданным автором, или он срисовывал? Я не читал. Ну, там смысл в том, что Маку, как с магией мечел, ходит, по заказу уничтожает человека у нефти. Я говорю, вот так вот. Знаете, Ведьмаку, в принципе, по заказу, он мог сделать всё, что угодно. Нет, это его постоянно. Всё для вас, для вашей деятельности. Вот такой он выйдет, да? Ну, наверное, порчу они тоже могут снимать. Если у вас в хате что-нибудь стучит, ты можешь позвать бабку. Нет, он, вместо такой дубы больших мостов, там, тролли убила. Знаете, как-то в нашей нижней мифологии с большими монстрами как-то не удалось. Так, чтобы там колдуна позвали с Лешем посвяжаться. Вот именно этим он же занимался. То есть, это чистая выводка, да? Автор. Ну, слово ведьмак, оно вполне нормальное, как какое-нибудь карпатское, гуцульское. Да, ведьма ведьмак. Даже в Паризе, мне кажется, может быть. А вот, ну, я думаю, что, как и многие все эти упорождения постмодернизма, это окрошка. Всяких фольклорных мотивов с литературной традицией. Мне кажется, что, как бы, это что-то такое, отсылающе к Ван Хельсингу, скажи. К экзорцистскому, как бы. В Ван Хельсин, когда-то больше всего, позже уже было. Вот. Ну, это как у Ван Хельсин. Как вообще вот официальная наука к этому всему относится? Понятно, что фольклор, фольклор, фольклор. Ну, вот, этнографы, кто собирает фольклор и вот пишет фольклор, я читал. В принципе, они действительно считают, что это есть или это чисто вот народные всякие традиции, фольклор и так далее. И вот как люди, которые работают в этнографии, к этому относятся? А, то есть, как современная наука вы имеете в виду этнографию? Да, да. А, хорошо, нет, я просто немного напрягся, там, медицина, физика, вот этого, нормальные способности. Эти тоже найдут объяснение. Работает, работает. Но половина из того, что вы рассказали, это, на самом деле, паразитозы. Причем паразитозы как связаны с грибными всякими заражениями зерна и мяса в процессе хранения, так и то, что связано с врожденными патологиями. То есть, тут можно прямо насчитать 12 патологий в легкую. Да, возвращаясь к вашему вопросу. Смотрите, я вам не скажу за всю этнографию, я могу сказать за фольклористику. Фольклористика изучает тексты народной культуры. И соотношение этих текстов с реальностью, как бы, это отдельный предмет изучения. То есть, нас интересуют тексты, и мы в этом плане наивны. Нас, фольклористов. То есть, если нам говорят, что это так, то мы, как бы, говорим, что, ну да, народная традиция это так. Мы не идем проверять. Ну, вот на графе есть специально все термин тропологическая объективность. То есть, это не важно, как на самом деле. Главное, что для носителя этой культуры это так, и оно как объективно в этой культуре существующее и воспринимается. Ну, поэтому, например, сейчас не очень популярным считается термин суеверие, как такое оценочное. То есть, мы, как бы, свою, условно говоря, рационалистическую картину мира считаем, получается, более крутой, чем картину мира бабушки в деревне. А почему мы так все? Кто нам вообще, нам на это дал право? Да, почему это вдруг мы так решили? Ну, в современном, в таком гуманистическом, может быть, фозгуманистическом дискурсе считается так. Вот. А в Советском Союзе, пожалуйста, там сколько угодно было про развенчание культа личности колдуна и всяких каких-то вещей, про то, что на самом деле там шаманы это шарлатаны, как именно они шарлатаны, проходил много статей, как суеверие, невежество. Поэтому, кстати говоря, многие тексты и вообще не изучались. Например, те же самые демонологические тексты, они изучались гораздо хуже и собирались гораздо хуже, чем эпос, потому что эпос это как бы народное искусство, а демонологические тексты это народная тьма, невежество и суеверие и разное трепание языка. При этом нейробиология сейчас, допустим, лекция Роберта Сапольски, он рассказывает про то, как может возникать те или иные проявления вешких воздействиях якобы от колдунов и видений. Достаточно много посвящено тому, как действуют растения, которые люди в неположенное время отсеяли в неположенном виде подготовки. Достаточно интересная уплата. Ну, у вас совершенно, как бы, ваш тендородик совершенно не противоречит народной картине мира. Конечно, не в положенное время, конечно, не в положенное время, рынки не перекрестили, все нормально не сделали. Собственно, салон, который вы рассказали, это поражение с параньей. Поэтому правильно этот кусок вытащить, сжечь, да, действительно, это важный момент для земледельческого хозяйства. Так, а если потрогать с параньей? А смотри, сколько вы наберете на руки и как хорошо вы до себе вдохнете. То есть, могут быть разные. Потом эти руки... То есть, тут все правильно там, специально, и сжечь. То есть, вы сторонник такой, как бы сказать, рационалистический трактов? А, нет, ну что вы, здесь вопрос в другом. То, что под это есть... Подожди, дай, дай. Значит, не важно, что послужило... Какое событие послужило побудительным мотивом для рассказывания быличек. Оно может быть фактом, вопрос в интерпретации. Ну, вопрос в интерпретации, в какую как бы... Даже не в самой интерпретации, а в личности интерпретирующей. То есть, ученый это будет копать в одну сторону, невежественный крестьянин в другую. Ну... Ай, подожди, подожди, подожди! И кто-то сказал, невежественный крестьянин в другом. Не имеющий кредитических знаний. То есть, наоборот, получается, очень трудная мудрость, не имея там каких-то научных инструментов. Тем не менее, эти же загады были обнаружены, и они знали. Ну, какие-то, да. Вера предоставлена. Значит, вопрос, что круче. Ну, скажите, у них статистический материал был? Давайте так, начнем с этого. Очень и очень хороший. Ну, правда, никто статистикой не занимался. Нет, тут вопрос. Закон на протяжении многих лет. Для того, чтобы этот материал набрали. Вот, вот, да. И факт, кстати. И факт. Достаточно долго бы давало мнение, что черные животные, которые были спутниками, да, всяких разных людей нечистых, на душу, да. Это, скажем так, гипертрофированное представление. Ну, черные дела, черное животное. Однако же, когда стали изучать вопрос, как на стресс реагируют животные разных окрасов, выяснилось, что рыжие животные, так же, как и рыжие люди, обладают более высоким уровнем определенных гормонов надпочечника. Ну, просто вот, они быстрее заводятся, соответственно, от них аффективное поведение с большей вероятностью вы будете ждать. А вот с черными кошечками и собачками они предсказуемы. Они не будут агрессивны с пустого места. Поэтому они априорно будут тянуться к человеку, потому что за место подсолнца удобнее бороться рядом с человеком. Точно так же, как и черные лошади, черные овцы. Пожалуйста, вы приводите один пример, когда они угадали. Это не угадали. А давайте про Гоголя. Давайте про Гоголя, да. Это значит, что для остальных ученых еще не нашли рационального объяснения. Ой, 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 я вас умоляю. Просто не найдите. Вот один из вариантов. Да, вот как-то, да, Гоголь. Дискуссионный клуб как-то на тему как асцентистской, асцентистской и несцентистской картины мира. Откроем как-нибудь в другой раз. Есть еще какие-нибудь вопросы? Нет. Гоголь. 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 Давайте, давайте в качестве финалочки, так сказать, мы прочитаем артеритором Гоголя. Такая была ночь, когда философ Хамабрут скакал с непонятным ссадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе с тем сладкое чувство, подступившее к его сердцу. Он упустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверху ее находилась прозрачная, как горный ключ вода. И трава оказалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшей на спине старухой. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она обратилась к нему, и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пением вторгавшуюся в душу, уже приближалась к нему, уже было на поверхности, и задрожа сверкающим смехом удалялась. И вот она прокинулась на спину, и облачные персии ее, матовые, как фарфор, непокрытые глазурью, просвечивали под солнцем по краям своей белой эластические нежные окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли это он или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что, ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу, какой-то нестерпимую трелью. Ну вот, собственно, судите сами, как бы в той, кто это мертвец. На мой взгляд, Гоголь очень тонко чувствовал вообще как бы фольклор и миф в широком смысле этого слова и знал, о чем писал. И как бы в качестве такой тоже финальной реплики к возникшему здесь спору, я уже говорил об этом, но только скажу еще раз. Очень часто ученые и фольклористы игнорируют очень важный аспект фольклорного текста. Мы можем говорить о том, сколько угодно долго, о том, какие стоят спорыньи или избыток мелатонина, или чего-то там еще, или гормононадпочечников за теми или иными сюжетами или даже целыми демонологическими персонажами. Но есть особый пласт мистического опыта, который присутствует в народной культуре, присутствует в демонологических рассказах, который, как бы мы ни объясняли и сколько бы мы достоверно ни описывали, всегда полностью и без остатка к этим самым надпочечникам не сводится. Все, спасибо за внимание. Смотрите, в следующий раз.